Музыка Всем привет! Вас приветствует Настя Кальченко И сегодня я вам покажу, как сделать пирог яблочный, простой Мы с мамой затеяли вечером с печи яблочный пирог Вот, и решили снять Вот, и сейчас вам мама расскажет, как она готовила тесто Всем привет! Тесто обычное, дрожжевое, можно купить в магазине, можно делать самолуп Значит, я уже замесила, взяла отдельно, разбавила с теплой водичкой Значит, 2 чайные ложки дрожжей с сахарком немножко, с сахаром Оно это подошло, все Я потом в кастрюльке тоже отдельно на газовой плите растопила 50 грамм маргарина Все это потом смешала, вбила одно яичко Смешала, значит, дрожжи, маргарин, одно яичко Немножко соли, добавила еще сахарку Соль тоже вкус прибавляет к сладкому, к сладкой выпечке Вот, потом добавила муки так, чтобы тесто было, отлипало от рук Замешиваете тесто хорошее, ставите в теплое место, чтобы оно подошло Накрываете полотенцем, чтобы тесто подошло Когда тесто подошло, вы его раскатываете Оно получилось что-то немножко твердоватое, но ничего страшного Яблочко, его размягчит потом, яблочный сок Мы будем его, отдельно мы приготовили яблоки Любого сорта, неважно какого сорта Пока туда сахар не сыпем в яблоки Раскатываем тесто Не тонко и не толсто Средней толщины, смотря какая у вас форма У меня сковородка в данный, допустим, момент Чтоб это не было потом все сырым Тоже как бы все-таки не толсто, чтобы раскатать А то яблоко, тесто впитает яблочный сок И потом не пропечется и будет сыроватое Круглое, раскатываем круглые формы Чуть-чуть больше, чем дно вашей формы Чтобы отогнуть потом края Переходим нашу форму. Можно муки туда насыпать немножко. Накрываем это все дело, расстилаем нашу, значит, раскатанный наш круглый пласт теста. В это время у нас уже печка наша, значит, греется на 180 градусов. Выкладываем яблочки наши, подготовленные, очищенные от сердцевины и от кожуры. Сверху присыпаем сахарком немножко. Я не стала перемешивать в миске. Оно так лучше будет. Теперь мы эти края загинаем. Что у нас остались? Мы же больше раскатали. Загинаем эти края. Пока отставляем наш пирог и берем еще немножко теста, совсем немножко, и тоже раскатываем тонко. Потом это все можно порезать на ленточки. На ленточки. И сверху сеточкой украсить наш пирог красивый. Тонко раскатываем, чтоб все пропеклось, чтоб все красиво. Не обязательно здесь круглым это все делать, этот пласт, потому что он будет у нас порезанный на ленточки. Что-то я сильно круто замесила все-таки тесто. Немножко его помягче замешивать. Вот. Получается так, чтоб были у нас ленточки. Берем нож и режем все это на ленточки. Берем наш пирог и аккуратненько эти ленточки слепляем с этими краями. Не сильно толсто, потому что оно не пропечется. Ну, пропечется, но все равно толсто, не очень вкусно получится. Вот. Делаем вот так. Потом это все можно сверху намазать яичком, чтоб блестело красиво. Но, если честно, я не очень люблю. Тем более, это все домашнее. Не обязательно яйцом смазывать. Вот. Как-то вот получается так вот у нас. Получается вот такой пирог. Вот наш пирог. Разогрелась наша печка до 180 градусов. У меня она электрическая. Я ставлю, значит, на лист нашу сковородочку. И ставлю ее в печку на верхнюю полочку. Все. И смотрим до готовности, как подзолотиться вверх. Сразу выключаем и пусть оно доходит внутри. Минут 20. Вот такой получился у нас пирог. Всем приятного аппетита! Кому понравилось это видео, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал и писать комментарии. Всем пока! Счастья! Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok